Ребята, привет! Меня зовут Владимир. У меня зубастая красавица 2 кило. И если мы посмотрим, мы сейчас рыбачим на Маза-Югла. Поскольку это третья часть, возможно, меня кто-то первый раз смотрит. Я руководитель строительных процессов, и я живу в городе Рига. И в городе Рига от центра города буквально в 5 километров протекает река Югла, Маза-Югла и озера Югла. И я всегда говорю, что Латвия – это всегда страна позитива и релакса. То есть вот за сегодняшний день, сот раз говорю, у меня была какая-то жизненная депрессия. Но я одновременно руковожу четырьмя проектами. Вот. И для того, чтобы мне сегодня спокойно уснуть, я после работы, так сказать, на вечернюю зорьку, отправляюсь на щучку. И... История... История... Это еще... Она мощная, очень мощная. Очень мощная. Ну да, я договорю, потом выпущу, хорошо? Ух ты, ух ты! Ну это два килограмма силы. Это как удава держать рыбу ощущениям. Ты мне доставила очень много хлопот. И вот история первого дня, а это третья часть этого ролика. И третья часть ролика говорит о чем? Я делал болотники и пошел вот к тем камушам. Это было четыре дня назад. И я медленно по камушам иду и прошел примерно один километр. И я постоянно кидал, 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 и ничего у меня не получалось. И ты такой, блин, ты и так на нервах, ты и так на депрессии. И ты не получал никакого удовольствия. И тут вдруг мне схватила судорога нога. Я выхожу вот в этом самом месте. Нога отошла. И я думаю, делаю последний заброс, так часто бывает, последний заброс. И все, и ухожу домой. И вот я в тот коряжник кинул последний заброс. И тащу, а за последним забросом вот эта вот штука плывет. Два килограмма. Представляешь? И она плывет, плывет, плывет. И я смотрю, она не хватает блесну. И блесна зацепляется в траве. И она поняла, что это. И она так красиво, бальяжно разворачивается и уходит. И вот я в тот день получил удовольствие. Я понял, что это не рыбалка, это охота. И у меня очень достойный соперник. Если вы посмотрите на двухкилограммовочку, она уже живет здесь как минимум, наверное, лет 8. Очень крепкая. И если мы еще посмотрим, то на нее охотились более мощные щуки. То есть я сейчас не хочу распускать, хочу все-таки доснять, дофотографироваться и потом ее отпустить. То есть если мы посмотрим, на нее нападали более мощные щуки. То есть здесь, а глубина воды здесь, ребят, где-то 30 сантиметров до примерно метр двадцать в данный момент. И здесь плавают метр двадцать, метр пятьдесят щуки. И вот я заприметил, где эта красавица живет. Это именно она. Это не совпадение. Вот. И что еще там? Всплески? Сейчас я договорю, вернемся. Я уверен, что это она, это другие рыбы. Так вот, под этой коряжкой живет она. Это ее яма. И на что я обратил внимание? Обычно я прихожу с работы, кидаю где-то двадцать забросов, и я вытаскиваю две щучки по пятьсот грамм. Триста, пятьсот грамм я получаю удовольствие, отпускаю их и спокойно вот такой, знаешь, как сбросил с себя энергию, иду спать. Да? А тут я третий день подряд приходил, я кидал удочку, и перестали клевать триста, пятьсотграммовые особи. Это значит, что пришла царица полей. Это теперь ее аудитория. И если мы видим на ней атаку, это значит, что вот она уничтожает более маленьких щук по пятьсот грамм. И вот здесь перестало что-то ловиться. И я дал тебе слово, что я поймаю тебя. Потому что я тебя выпущу не здесь, я тебя выпущу за дамбой. А это мое место, и я хочу здесь каждый день ловить по две-три щучки и отпускать. А после того, как появилась ты в моей жизни, дорогая, прекратилась моя рыбалка. А моя главная задача, это не мясо, а моя главная задача, это прийти сюда и получить немножко адреналина, немножко энергии. Понимаешь? Поэтому не будем ее мучить. Сейчас меня сын снимает. Мы с сыном на рыбалке. Если даже сегодня ничего бы не поймал, то смотри, какие нырки плывут к нам. Блин, какая прелесть. Видишь? Ну, поверни чуть камеру, видишь? Во-первых, мы, да, видим это место, коряжку, где я ее подкараулил. Во-вторых, я сыну рассказывал эту историю про то, что здесь появилась мама, которая гоняет 500-граммовок, и поэтому у нас пропала рыбалка. И мы обязательно ее должны поймать, и обязательно должны ее выкинуть за дамбу, чтобы мы спокойно сюда приходили, понимаешь, и ловили по две щуки. И спокойненько здесь отдыхали. Не нервничай. Ладно. Это вот третья часть, ребята. Я, как обещал, я ее поймал. Сейчас не буду тянуть время. Мне еще надо ее выпускать. До следующей рыбалки. И напомню, что Латвия – это действительно очень позитивная страна для релакса и гармонии с природой. Самая зеленая страна Европейского Союза. Всем пока!